так во первых как тебя звать дмитрий нет вообще отчество романом дмитрий валерьевич романом дмитрий валерьевич очень прекрасно прекрасно вот что ты думаешь о нашей например власти цены слишком большие цены слишком большие это по какому поводу шиках продукты все вместе взята все вместе взята что прежде всего нас правительство должно сделать и цены улучшить качество обслуживания качество обслуживания хорошо что именно социальная сфера какая вот социальная сфера например больничный лист так что было медицина дешевая правильно дешевая медицина и для всех категорий граждан был бесплатный проезд но это правильно вот что вот в на в нашем городе тебя не устраивает в нашем городе вот что тебя не устраивает устраивать продукты стали хуёвые некачественные это раз второе слишком слишком проезд стал дорогой это два это два проездные стали дороже три так и кх не успевать платить капитанцы за капитанцы шлют так понятно у тебя пенсия какая 6 400 6 400 32 рубля это вот как вот можно прожить на эту пенсию как вот так и живи вот плюс тебя мать больная ты как говоришь да тебя мать больная сколько лет матери твоей за 9 69 лет а это как его у нее какая пенсия 12 800 12 800 и плюс твоих 6 тысяч до это получается 800 рублей ой значит 18000 18000 на двоих квартира скольки комнатные у вас 2 2 комнатные вот за квартиру сколько платье 4 800 4 800 платье и того остается у вас на житье бытие 14 тысяч до это включая тут все и продукты питания и медикаменты вот и там не произведенные значит еще расходы всего 14 тысяч до на двоих вот я хочу сказать вот сейчас буквально ты работаешь работать у тебя зарплата сколько здесь 10 тысяч так это вот гляди 10 тысяч зарплата у тебя плюс твои ваших совместно с матерью ваши деньги пенсионные и того выходит у вас двадцать восемь тысяч двадцать восемь тысяч на двоих что тебе не устраивает в этом плане то что вот пенсия у тебя маленькая 6 сколько ты сказал 6 400 вот что ты правительству нашему скажешь здравоохранению и нашему правительству насчет того что вот у тебя такая маленькая пенсия надо ее повышать и делать минимальную как минимальную максимум наверное минимальную ну максимум может быть ну примерно вот сколько ты хотел вот чтобы у тебя была хорошая жизнь в этом плане чтобы ты мог питаться по хорошему плюс еще 11 тысяч 11 тысяч тебя чтоб устраивало почему 11 тысяч что тебе на тысячу значится прибавит и у тебя будет вся жизнь хорошую что ли или так или не так я как не понял ты вот гляди я насчет пенсии а насчет пенсии чтоб тебя пенсия была 11 тысяч ну вот это другое дело но еще более более менее вот и что еще бы зарплату чтоб директор повысил хотя бы 15 хотя 15 да ясно понятно а ты кем здесь вот работаешь разнорабочим ты работаешь понятно что у тебя входит деятельность работы что ты делаешь копка покраска зацепка крана уборка мусора уборка мусора и погрузка металла погрузка металла ясно но это наверно когда у тебя нет работы в принципе да когда у тебя нет работы значит ты выполняешь ту работу какую которую тебе дадут да так что ли понятно ясно а в плане вот то что вот обеда как у вас тут происходит ну обед им двенадцать часов я с собой на час обед я хорошо питаешься вроде я не сказал что я голодаю так я ем нормально ясно она медикаменты сколько у тебя уходит затрат денег где по разному везде по-разному я каждый день не пользуюсь медикаментами я изредка понятно ясно так еще вот такой вопрос впрочем у вас значится проживает только в квартире ты с матери проживаешь прописано двое так и больше никого да ага ясно у вас значится две отдельные комнаты они раздельные да раздельные ясно а север и на ю нет сколько вообще вместимость это в плане это квадратных метров квадратных метров 5930 5930 устраивает тебя такая площадь жил площадь устраивает устраивает но это хорошо ясно чем в свободное время занимаешься смотрю телевизор хожу в лес хобби занимаюсь бегом бегом занимаешься что серьезно батюшки это хорошо сколько тебе лет 46 46 лет очень прекрасно ясно ну ты что еще хочешь добавить так чтоб в свою пользу обернулась нашему допустим правительству обратиться с какой просьбой к правительству обратиться уважаемый президент российской федерации путин владимир владимирович прошу вас улучшить положение граждан в городе дзержинске годины все дорого коммунальные слуги дорогие проездной дорогой медицина дорогая везде одна коррупция одним словом бородак после вас посодействовать и решить эту проблему мы не живем мы существуем и вымираем а вымирает нас город дзержинск пенсий кот наплакал против вас христа ради помогите нам и обратите на это внимание с уважением общество пенсионеров